Подъезжаем к плотине, вон Тетса отсюда видна, очень близко. И река. Река Воркута. С обрывом таким. Да, то есть они такие прям обрывы. Посмотрим вид отсюда сверху. Тут такой вот мост, точнее не мост, а коммуникации идут. Вон там хлещет вода. Огромным потоком прямо из-под Тетса. Тетса. Здесь вот плотина. Ну что-то поток воды, что-то здесь вообще какой-то маленький-маленький. Думали, тут прям будет такое наводнение хлистать. Смотрите, какого цвета тундра. Прямо уже осень начинается. Красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Собака несет пакет с невозмутимым взглядом. Собака несет пакет с невозмутимым взглядом. Мы были зимой, ее знатно всю заколотили, вообще все окна на первом этаже полностью. Едем по улице Юго-Западная. Это у нас либо школа, либо гимназия, надпись на окне «Салют Победе». Скоро 1 сентября уже, скоро сюда пойдут учиться ребята. Видите, все открыто, вот у нас почему-то не через одну школу нельзя пройти или проехать. А вот Плутомик и говорил нам, что здесь нет заброшенных пятиэтажек. От улыбки стало всем светлей. Вот угловой дом получается. Один дом Юго-Западный, а второй улица Народная. Заброшенная Волга Боярская тут стоит. Дом Ком Тышенко Аися Евпатиновная. Вот он подъезд в Плутомике, да? Второй этаж получается. Да, второй этаж. Шестнадцать, вот здесь семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Или подожди, или здесь. Если четыре квартиры на этаже, то получается вот это его окна скорее всего. Да, жалко, что ты тут не оказался, когда мы тут приехали. Хотелось бы устроить встречу там подписчиков, погулять, короче. Там все, чтоб ты нам показал. Ну, может как-то пересечемся где-то, в общем. Привет тебе от Силикатный Фильм. Ну все, с этого места мы уже покидаем северный поселок. О, кафе Северное, кстати. И нам в лицо начинает бить уже какая-то метель или пурга, и не знаю, короче, с неба начало что-то сыпаться, типа снега. Едем по мосту рядом с ТЭЦ. Там еще один мост, это старый что-ли автомобильный мост. Вот речка. Сегодня туман какой-то, изморозь началась. Погода улучшается каждый день. Заброшенные здания. Вот это дымит вообще. Ребята, доехали вот до такой стелы, комсомольский район. Я не знаю, может здесь, конечно, эти потоки еще на районы поделены. Не знаю. В общем, начинается дождь. Уже такой прям изморозь, такая более крупная пошла. Изморозь, наверное, даже не дождь. Что, Криш, ты расскажешь? Ну ничего, изморозь не мог. В лесу жарковато. В куртке жарко. В куртке жарко. В лагерях в Оркуты и жертвам расстрела заключенным на шахте номер 29 1 августа 1953 года. На шахте Юршу. А здесь что-то написано. Тевевлет Ванна Патрия Литуания. Вроде на Литовском. Вот здесь вот старое кладбище. Скорее всего, это Литовское кладбище. Если я не ошибаюсь, я, по-моему, где-то читал. А здесь памятник расстрелянным украинцам вроде. Вот такой вот памятник стоит. Железная дорога с колючей проволокой уходит в небо. А вот здесь написано, мы помним каждого украинца, россиянина, белоруса. Мы молимся за каждую украинскую душу. Подобное не должно повториться. Юршор. Город-призрак. Бывший поселок сельского типа в комсомольском районе города Воркута. Возник при строительстве шахты номер 29 в 1948 году. Юршор можно перевести как высокое место вершины у ручья. С момента строительства шахты при ней был построен поселок, в котором размещалась лагерная администрация, охрана и вольная наемная. В 60-е и 80-е годы были построены и активно эксплуатировались в дальнейшем следующие объекты инфраструктуры. Дом культуры с библиотекой, дом быта, почтовое отделение, поликлиника, профилакторий, средняя школа номер 17, детский сад с яслями пингвиненок, дом ребенка, гастроном, книжный, промтоварный, хлебный и овощной магазины, центральная площадь с комплексом карусели и качели для детей, спорткомплекс с скрытым катком, спортзалом и футбольным полем, ресторан, кулинария, баня, отделение сберегательной кассы и другие. 17 апреля 1998 года депутатами Совета города Воркуты принят документ об утверждении перечня поселков, подлежащих закрытию, в связи с ликвидацией градообразующих предприятий. Этим документом закрепляется решение о расселении поселка Юршор. Однако переселение жителей затянулось на долгих 10 лет. С 1999 по 2005 годы из поселка было переселено 199 семей, снесено более 50 домов, закрыты детский сад и школа. На 2006 год в поселке Юршор официально насчитывается 542 жителя, однако реально проживает значительно меньше. В октябре 2010 года поселок Юршор обезлюдил окончательно. В общем, тут на самом деле на каждом шагу такие памятные стелы. Вот еще одна такая стела, посвященная 23 погибшим шахтерам, тела которых даже не извлекли. В общем, произошел на шахте центральный пожар подземный и все погибли. Каждая шахта, в общем, практически печально известна какими-то своими авариями. Вот, и в 1998 году, получается, это произошло, и с тех пор уже все пришло запустение, шахту закрыли, и население поселка, в общем, начало сокращаться. В 2009 году там было 5 человек, сейчас уже полностью заброшено. Здесь вот такой памятник. Вечная память шахтерам, погибшим на шахтах со дня освоения угольного материка города Воркуты. Вот, склоняем голову и скорбим по погибшим и неизвлеченным из шахты горнякам при аварии 18 января 1998 года. Ребят, смотрите, что мы нашли. Мы нашли тут клюкву, просто наклоняя голову вниз, и вот она, пожалуйста, растет. Мелкая, ну, либо брусника, я не знаю. Я не уверен, что это клюква. Попробуй. Клюква растет на болотах. А здесь вот рядом был поселок Промышленный. Поселок Промышленный был основан 30 ноября 1956 года. История этого поселка тесно связана с историей двух шахт, промышленный и центральный. Поселок расположен на берегах реки Изюорж, притоке реки Воркута. Шахта Промышленная была закрыта в 1995 году. В настоящее время уже не осталось следов от шахты центральной. Как и руины шахты промышленной, их убрала воркутинская фирма, которая специализируется на ликвидации руин по заказу государства. А это школа в поселке Промышленный. Ну и стандартная надпись на всех школах Советского Союза. Учиться, учиться и учиться. Ленин. Какие-то люди играют в волейбол или в футбол, не знаю. В какой день приехали, наверное, на шашлычки. Там тетя, дядя, еще какие-то дети. Все, и вокруг тишина. А вот это у нас, получается, бывший дом культуры. Смотрите, какие красивые на нем колонны. Такое вот здание. Ну, правда, по сохранности, конечно, оно тоже пустое. Вот это уже здание новой школы в поселке Промышленный. Там, скорее всего, либо магазин, либо, может, какое-то учреждение, не знаю. Вообще, этот поселок был очень большой. И где-то в 70-х годах здесь жило около 15 тысяч человек. А в начале двухтысячных здесь уже осталось 5 человек. Он очень быстро получается. Загнулся, люди все уехали. И остались только вот такие руины. В поселке, помимо всего прочего, была вот такая вот арена. Наверное, какой-то стадион был. Или каток, может быть. Все, не могу. Не могу, все. Устала? Устала просто. Немножко. Вон уже. Переходи на электро. 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 Продолжение следует...